Имя Вадима Овсянникова сегодня известно не только в профессиональных кругах. Все, кто восхищается, вдохновляется и просто любит бывать. На древнем городеще Старая Рязань наверняка с ним встречались, либо видели его необычный дом, превращенный в творческую мастерскую. Родился Вадим в Москве, но около 10 лет назад он приехал в Старую Рязань и почувствовал, что именно там находится его дом. Сегодня, чтобы познакомиться с работами художника, совсем не обязательно выезжать из Рязани современной, достаточно посетить дворец Олега Рязанского Кремля. В рамках выставки «Старая Рязань. Прошлое, настоящее, будущее» представлено около 20 живописных работ художника. Здесь есть старые рязанские пейзажи, но все же большая часть работ посвящены воинской тематике. На этих картинах оживают те события и образы, о которых сегодня мы можем узнать только из летописей. Причем некоторые из полотен сочетают в себе живопись и художественную ковку, как, например, вот это «Прощание. Два сердца». Здесь изображено воин, который уходит в бой на заднем плане. И Маска – это «Прощание» остается за него воевать, его супругой или Возлюбиной и прочее. С другой стороны, если мы посмотрим, то же самое с Маской – это «Железная дева». То есть образ, вообще женский образ, здесь, опять же, мало работ по женскому образу, но их много. Когда воевали не только мужчины, они, в принципе, все пали в бою. Поэтому, естественно, женщины тоже воевали, девушки воевали. Поэтому вот этот образ, причем, что интересно, кто приезжает в гости, люди, рязанцы даже, именно рязанские девушки, такое ощущение, что я сначала напишу какую-то работу, потом смотрю, как будто копия. Представлены здесь живописные работы учеников и соратников Вадима Овсянникова. Среди них картина Марии Ивановой, которая старую Рязань знает и любит с детства. Старая Рязань – это место, где живет время. Понимаете, вот эта работа, которую я написала, по эскизу этого лета, я иногда забегаю, заезжаю туда, чтобы написать какой-то эскиз, этюд. Она называется «Дыхание лета», но у нее как бы два названия, не только «Лето», но и «Лет». Да, то есть это вот, мне хотелось, это вид на поля, на луга заливные, с высокого берега. И самое, понимаете, самое ценное, что для меня есть на Старой Рязани – это сама земля. Экспозицию дополняют коллекционные ткани, а также предметы интерьера, созданные в мастерской Вадима Овсянникова. Сам Вадим отмечает, что любое выставочное мероприятие должно нести пользу, а не просто подводить итог художественной работы. Именно поэтому, помимо полотен и других предметов искусства, здесь представлена визуализированная идея проекта археологического парка. Для художника дизайна очень важно чувствовать искусство, чувствовать, как искусство развивается. Оно развивается каждый день, каждый месяц, каждый год. И поэтому, помимо картин, очень важно было представить по Старой Рязани, как мы могли бы мы сделать, как мы могли бы увидеть этот город невидимый, где ничего не осталось. Одни только валы. И хотелось бы представить, как он мог бы выглядеть, чтобы показать гостям, туристам или просто художникам, или творческие люди, которые приезжают на Старый Рязань, показать, чтобы они могли бы представить воочию, визуально этот невидимый город. Над созданием этого проекта работало сразу несколько творческих мастерских, включающих в себя художников, дизайнеров. А помогали им археологи, которые каждое лето при помощи археологических исследований изучают наследие Старой Рязани. Идея археологического парка, она вот уже несколько лет, в принципе, археологический парк Старая Рязань и в прессе, и везде звучит, это понятие такое. И сейчас настало время, наверное, перейти уже от слов к делам, и вот этот первый такой конкретный реальный шаг. Все, что здесь показано, я с этим согласен на 100%, какие-то нюансы технические можно еще обсуждать, но в целом мы стоим на общих позициях о том, как надо сохранить городище при помощи вот такой музеификации, и как это должно быть представлено. Конечно, воплощение данного проекта в жизнь требует огромных финансовых вливаний, и хотя каждый отдельно взятый объект может быть реализован в том числе и в отдельности, все равно сил воплотить все это в жизнь у региона явно не хватит, а значит, здесь должны быть задействованы федеральные программы. Надеемся, что в будущем так и будет, ну а пока мы можем наслаждаться невероятными работами, на создание которых художников вдохновила Старая Рязань. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok